Как в Америке люди борются с QR-кодами? Моргенштерн и Элджей, кажется, навсегда уехали из России. Дом из один дома теперь можно снять в аренду и квадроциклы от Тесла. Hi, guys! Самая актуалочка в сегодняшнем выпуске. Новости не из телевизора. Погнали! Мужчина сделал себе реальную татуировку с QR-кодом. И, надо сказать, не прогадал. С ней он ходит, реально предъявляет и это работает. Но он просто решил, что эти черепа и цветы уже как-то не актуальны, а вот код всегда пригодится. Не, ну у нас тут, а я напомню, я в Лос-Анджелесе нахожусь, тоже сейчас с этими QR-кодами непросто. И дальше в ролике расскажу, как лично я его получала и с какими ограничениями мы здесь сталкиваемся. В общем, в Америке зарегистрирован первый случай омикрона, нового штамма, который, как говорят врачи, пришел из Африки. Такая вот новая мутация печально известной короны, от которой, мягко говоря, все уже подустали. В общем, границы с ЮАР закрываются, фондовые рынки рухнули. А тому несчастному, который привез первый вот этот вот случай в Америку, засунули палочку ПЦР уже во все труднодоступные места и его семье тоже. Ученые, надеюсь, что не британские, сходятся во мнении, что этот штамм переносится легче, но при этом он более заразный. И основной симптом это просто слабость. А кто-то даже делает предположение, что он способен вытеснить обычный штамм. В общем, новинка уже добралась до Канады, Австралии, Европы и, собственно, Америки. И я сейчас предвкушаю, как СМИ начнут раздувать. Не, ну вы сами знаете, как это бывает, да, громкие заголовки, все, новый штамм, все, все переходят, смотрят, читают, и равно звенящие монеты в карманах редакции. Ну, потому что больше переходов, больше проданы рекламы, все в плюсе, кроме зрителей и читателей. Мы остаемся напуганы. Вот вы, все, кто делают громкие заголовки, да, я к вам сейчас обращаюсь, может уже хватит раздувать тему, давайте просто по фактам, а? И в штате Миссури судья тоже решил, что хватит, и постановил 10 штатам самостоятельно принимать решение, нужно ли вакцинировать медицинский персонал или нет. Ну, и как понимаете, эти 10 штатов до этого подали в суд на администрацию президента, что те свою повестку навязывают, то есть они хотят самостоятельно принимать решение, нужно вакцинировать или нет. А типа на федеральном уровне, делайте, пожалуйста, свои дела, а к нам не лезьте. Я, конечно, согласна, что ситуация непростая, и лично я прививку уже сделала. Теперь 5G принимаю, дома ложки магнитится, и хвост за последние 4 дня на 2 сантиметра подрос. Без нее сейчас реально никуда. В Лос-Анджелесе, например, на съемки не пускают, если у тебя нет карточки вакцинации и отрицательного теста. А что у нас с QR-кодами? Вот тут самое интересное. Мне тут в Телеграме подписчик вопрос задал. Лучше пойти в IT или в киносферу, как я? Он переехать хочет. И вот знаете, сейчас со стопроцентной уверенностью могу сказать, что лучше идти в IT. Киношники, это все романтично, конечно, но с постоянной загрузкой так себе. А IT растет каждый год, и не только в Америке, а во всем мире. И в IT есть профессия, кстати, которая очень похожа на мою. Проектный менеджер называется. Это ребята, которые ведут проект разработки с командой и клиентами. То есть такое важное управленческое звено между ними. И такие спецы сейчас очень нужны, ну потому что все в цифру переходит. А средние зарплаты у них от 115 тысяч рублей в месяц на старте, в Америке это 7500 долларов в месяц, и работать можно удаленно. Так что если хочется идти в ногу со временем и нормально зарабатывать, это то, что нужно. И ребята из Product Life разработали курс для будущих проектных менеджеров в сфере IT. Освоить эту профессию может каждый, независимо от вашего образования и текущей работы. Курс реально подходит всем. А купить затраты можно будет легко с первой зарплаты, ведь ребята из Product Life помогают найти работу уже в процессе обучения. Product Life проверенный, и обучением проектов занимаются давно. А на самом курсе, кстати, будет очень много практики. Вы запустите три проекта. Мобильное приложение, сервис, и разработаете решение для контакт-центра, интегрируете его в CRM. Так что звучит как отличный план. Тем более у ребят сейчас по промокоду Nelly скидка в 45%. Ссылку на курс оставляю в описании к этому видео. Ребят, кому нужно, забирайте и гоу войти. Ну а мы погнали дальше. Рэперы неожиданно покидают Россию. Элджей вслед за Моргенштерном уехал за границу. Я читаю новости и просто поверить не могу. Алексей Узенюк, это бывший муж Насти Ивлеевой и всеми известный рэпер Элджей, замечен в иммиграционном центре на Кипре. Явно не за гидросом туда пришел. Это местная шаурма и говорят, кстати, очень вкусная. А поклонники связывают это с отъездом другого рэп-исполнителя Моргенштерна, к которому буквально недавно были выдвинуты обвинения в пропаганде запрещенных веществ. Это же так удивительно, рэп-исполнители и всякие запрещенные вещества. И я вот сейчас подумала, что будет, если вот так закрутить всех американских исполнителей. Ну запретить им читать песни там про голые ягодицы, всякие запрещенные вещества и несправедливость на улицах. Все, рэп походу встанет. Есть предложение читать на стихе Пушкина или Бродского. Неплохо звучит. Мороз и солнце, день чудесный, и еще ты древнешь, дурь прелестный. Хотя подождите, мне кажется, Оксимирон уже так делает, которого я частенько слушаю. И да, спасибо, что ставите лайки под видео. Для меня это реально важно, я так чувствую вашу поддержку и интерес к темам. Давайте сегодня поставим эксперимент, попробуем пробить потолок в 40 тысяч лайков. Думаете, сможем? Теперь представим себе вот такую житейскую ситуацию. Медсестра из Алабамы выходит из большого продуктового магазина Волмарт с тележкой полной продуктов, которые она оплатила на кассе. И ее скручивает охрана. Охранник уверяет, что женщина не оплатила товар и вызывает полицию. При этом она демонстрирует ему чек. И он видит запись, женщина пробивала все товары на кассе самообслуживания. Ну это где кассира нет, да, ты просто с корзинкой сам, так сказать, на совесть пробиваешь все, что ты купил. Спойлер, тетка на днях у них отсудила 2 миллиона долларов. Сейчас все такие, а что там должно было произойти, чтобы вот так вот 2 миллиона заработать? Короче, тетку скрутили, потому что в чеке не пробилась часть товаров, которые у нее были в тележке. Но она об этом не знала. Потому что когда она на кассе пробивала все, что набрала в магазине, касса зависла. И получилось, что из-за глюка в кассе у женщины не пробилось где-то 11 предметов. И в их числе просто там хлопья, хлеб, ну фигня какая-то. То есть она не какая-то профессиональная мошенница или воровка. Тогда бы набрала там, не знаю, микроволновых и тостеров, и то бы больше получилось. А здесь сумма ущерба составила типа 48 долларов. Короче, секьюрити наставила, что она все-таки специально украла. В итоге женщина, чтобы доказать свою правоту, подала на них в суд. И что вы думаете, целый год это дело туда-сюда обратно мяли, ничем это не закончилось, и все, можно сказать, обвинения со всех были сняты. И вдруг потом через год от флоридской юридической компании женщина получает огромное письмо, где написано, что, собственно, она должна признать вину и уплатить магазину 200 долларов. Типа у магазина на 48 баксов не пробилось, а они требуют 200. И тут женщина понимает, что надо идти до конца. Нанимает юридическую фирму, и вот такие вот им трактаты высылают на тему того, что 48 долларов и 200 это вообще разные суммы. Потом подкрепляют кейсы других людей, которые попадали в подобные ситуации. В общем, огромный конфуз, и в итоге на выходе они отсудили 2.1 миллиона долларов. Мужчина такой в кадре элегантно прошел, такой 2.1 миллиона долларов. Я думаю, что около половины этой суммы уйдет юридической фирме, которая это все дело сопровождала. И это тебе, конечно, не в суд пойти на Икею из-за того, что от кружки ручка отваливалась. Кстати, это не шутка, это реальный кейс, на Икею так подавали в суд. Короче, хорошо, что все хорошо закончилось, и тетку поздравляем, теперь она может себе взять, ну, например, дом без ипотеки. Кстати, про дома. Тот самый знаменитый дом в Чикаго, в котором Макалей Калкин одержал победу на дворами, теперь можно, представляете, арендовать. Да, это я сейчас говорю про дом из фильма «Один дом», и вот этот вот огромный, шикарный дом, который просто является достопримечательностью Ильнойса. Наконец, владельцы догадались, что можно делать бизнес и дом сдавать в аренду. А фанаты за кровные деньги могли прийти и провести время в этом легендарном месте. Они просто около забора фоткаться, а они их там гоняли, соседи их гоняли. Вот я стою, тут дом и бегом-бегом бежать. Да, можно не переживать, дом выглядит ровно как в праздничном фильме 90-х. Статуя жокея на лужайке, стол при свечах, где можно есть макароны и обсуждать план, как отбиваться от грабителей. Даже краску в банках они повесили и паука прикрепили. Ну, короче, декорация полностью как из фильма. Вообще, фильм «Один дома» в Америке показывают строго каждый год перед Рождеством. Ну, знаете, примерно как у нас иронию судьбы. Вот тут всегда включишь «Один дома». Я его смотрю каждый раз, я его просто обожаю. Ребята, кому он тоже нравится, плюсуйте в комменты. Код на один день в 25 баксов. Ну, это что-то вроде как прийти в музей. И объявление висит на Airbnb старт аренды 7 декабря в 2 часа дня по восточному времени. Это, конечно, очень крутая новость. Как тебе такое, Илон Мак? И да, я не зря про него вспомнила. Компания Илона Маска 2 декабря презентовала квадроцикл от Тесла. Вот такой, типа как младший брат Сайбертрака, который, кстати, так и не появился. То есть все, кто внес предоплату за него, сейчас просто в подвешенном состоянии. Бог с ним, с этим Сайбертраком, с квадроциклом все классно. Но есть одно но. Он для детей от 8 лет. Ну, стоит относительно дешево, если сравнивать с Теслой. Всего 1900 долларов. За эти деньги квадроцикл оснащен корпусом и рамой из стали, мягким сидением, регулируемой подвеской и дисковыми тормозами. Двигатель, как понимаете, у него электрический. Говорят, что полный цикл зарядки около 8 часов хватит проехать примерно 24 километра. А разгоняется до 16 километров в час. Для детей это прям угу-гу скорости. И знаете что? 2 декабря начались продажи. Я захожу на их сайт в 10 часов утра. Открываю, а там написано, все распродано, в наличии нет. То есть представляете, как быстро смели. Получается, что это прям какой-то супер желанный подарок на Новый год. Ну, разве что после Sony PlayStation последнего, который вообще нигде не раздобыть. А еще стало известно, что Тесла планирует выпустить взрослый такой же квадроцикл, но уже на двоих. И в общем, говорят, что он будет бесплатно прилагаться к сайбертраку, тому, который еще не вышел и всех подвесили до 22 года. Получается, все, кто меньше 64 килограммов, им и вот эта версия квадроцикла подходит. Волна NFT захлестнула весь мир и до наших стран тоже добралась. Рассказываю сейчас, в чем собственно хайп и почему о них должен знать каждый. Три буквы NFT означают невзаимозаменяемый токен. Иными словами, ты можешь в интернете купить объект интеллектуальной собственности, ну, к примеру, картинку или песню, только для себя. В одном единственном экземпляре. Ну, по сути, как бы цифровой сертификат, который к одному объекту прикреплен. Если сравнить, мне кажется, это как, вот, помните, на Земле мы покупали сертификаты на звезды. Ну, точнее сказать, не мы, а кто это покупал кому-то в виде подарка. Модно было раньше. Теперь самое интересное, о чем они все говорят? Да потому что на нем можно реально хорошо заработать денег. Что там продают? Например, певица Граймс, это у которой общий ребенок с Иллоном Маском, вот с этим странным именем X-Ash-A-12, продала свои картины за 5,8 миллионов долларов. А российский художник по краслампас продал проекцию своего рисунка за 28 тысяч долларов. Но еще из рекордов американский диджей Блау продал весь свой альбом за 11 миллионов. И самый-самый рекордсмен – это картина Every Days. Майк Винкельман рисовал 5 тысяч дней подряд по одному рисунку, потом их объединил в один калаш и выставил как NFT-объект за 69 миллионов долларов. Это о чем говорит? Люди хотят эксклюзивности в интернете. Не чтоб все одни и те же смайлики друг другу слали. Обладать чем-то чисто своим. И вот вопрос. NFT – это как бы новая вселенная в новой метавселенной? Или какая-то сказка и просто развод на деньги? Цифровая реальность, цифровые коды. О чем это я? Да о QR-кодах, о родимах. Сейчас расскажу, как с ними дела в Америке обстоят. В Америке, как и во всем остальном мире, QR-код получаешь, если ты вакцинировался. Но фишка в том, что в некоторых штатах их просят предъявлять в общественных местах, в кинотеатрах, а в других штатах – нет. Например, в Майами они толком не нужны, а в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке – строго и обязательно. Так что там без новомодной цифровой метки, которую, кстати, придумали в Японии на автомобильном заводе, чтобы все правильно по полкам раскладывать. Короче, без нее не обойтись. И что по собственному опыту в Лос-Анджелесе я заметила, сколько раз QR-код не спрашивали, ну, в кафешке, да, если покушать хоть. Просто его показываешь и дополнительно права, ну, типа, чтобы подтвердить, что это конкретно, этот код тебе принадлежит. Никто его нигде не сканировал. Люди при получении этих кодов здесь особо не возмущаются. Я вам больше скажу, в некоторых местах даже не код спрашивает, а просто приливочную карточку, даже бумажную. Надо показать, что тебе по две приветки есть, все, тогда будь здоров. Можешь заходить в кинотеатр, там, в парикмахерскую, либо в кафешку. В общем, много всяких событий было, а прямо сейчас предлагаю порадоваться немного. И сегодня, среди комментариев и лайков, разыграю вот эту футболку нас вместе с зажигалкой. Все как обычно, просто лайк, коммент, подписка. И в следующем видео чекайте победителя. Кто, кстати, забирает подарки из ролика про Лас-Вегас. Два счастливчика. Ребят, вас поздравляю. А те, кто ролик из Вегаса еще не видел, гайз, переходите, в описании его заброшат. А тот, кто досмотрел видео ровно до этого момента, вам огромный привет, гайз. В общем, пошла опаковать чемоданы в новую тревел-поездку. Так что не пропустите движ на канале. Мы увидимся в новых роликах. Bye, guys. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok